АПЛОДИСМЕНТЫ Какая красивая сцена! Вот это сейчас будет здорово мне проповедовать! Супер! Приветствую всех телезрителей! Друзья, мы про вас не забыли! Много людей вместе с нами, вы знаете об этом? Много людей сейчас смотрит прямой эфир и в Казахстане, во всей Средней Азии, в Украине, в России, Белоруссии, во многих странах мира. Друзья, приветствуем вас! И очень рады, что вы присоединились к конференции. Надеемся, что Дух Святой прикасается к вам, верим в это. Оставайтесь с нами до конца, потому что у Господа есть что-то особенное, приготовленное для нас. А также пишите свои поздравления для церкви Агапы с 25-летием. И может быть даже кто-то поможет мне и зачитает, потому что мне трудно будет и то, и то сделать. Но может быть кто-то... Пастор Юра, как вы думаете, можно кого-то попросить, чтобы зачитали комментарии с Бог ТВ телезрителей, которые поздравят церковь в 25-летие? Ирину, может быть. Ну кто-нибудь, зачитайте, пожалуйста. Телезрители, пишите поздравления, мы постараемся их зачитать. Ирину, может быть. Вы знаете историю Иакова про Пенуэл? Кто знает эту историю? И сегодня мы все узнаем о том, что несмотря на то, что мы знаем эту историю, но мы не знаем эту историю. Вы верите мне, что такое может быть в принципе? Что могут открыться новые грани, о которых мы даже не догадывались. Вы согласны? Божье Слово имеет такую способность, что когда Бог его открывает, ты чувствуешь, что твои ноги теряют дно. Открывается глубина, о которой мы даже и не подозревали. И у меня есть так много, чем поделиться об этой истории. Не только информации, которая касается непосредственно этого местописания и всего, что там есть, но и нас с вами. Потому что в каждой строке мы. Что я даже не знаю, как успеть. Нужно, чтобы сейчас мы помолились и чтобы вы помолились за меня, чтобы я вложился в час. Господи, помоги. Потому что на самом деле у меня есть так много всего интересного об этом и так много нового. Не нового в общем, потому что то, чем я буду сейчас, это во многом не 90%. Это не мои собственные какие-то идеи или мысли. Я провел исследование богословов. Вам интересно, что богословы говорят об этом месте Писания и отцы церкви? Вам интересно? Мне очень интересно. Потому что Божье Слово нужно исследовать не только самим самостоятельно. Если мы будем исследовать Божье Слово, не проверяя, кто уже что исследовал на эту тему, мы рискуем очень много упустить и пропустить. Вы согласны со мной? Нам нужна история. Нам нужен тот опыт, что приобрели уже другие и уже отталкиваясь от этого, мы должны идти дальше. И с другой стороны нового, в общем-то, мы ничего и не можем с вами изобрести. Все новое, хорошо забытое, старое. И нам даже нужно не столько новое, сколько нам надо, знаете, откровение и дух откровения о том, что мы уже знаем. Как, например, мы сегодня говорили о том, что Бог любит нас больше, чем мы чувствуем, а значит, все лучше, чем мы думаем. Бог любит нас больше, чем мы чувствуем, а значит, все лучше, чем мы думаем. И это говорит о том, что нам нужно узнавать Божье Слово больше. Мы даже и Божью любовь, которую мы, казалось бы, знаем, не знаем так, как должно знать. И потому приготовьтесь, мы будем идти вперед, будет много-много важного, очень основательного и уверен, что это благословит нас. Вы готовы? Телезрители, вы готовы? Итак, давайте помолимся, попросим у Бога, чтобы Он дал нам этого духа премудрости и откровения к познанию Бога и пойдем вперед. Господь, мы просим Тебя, дай нам своего духа премудрости и откровения к познанию Тебя. Нам так нужен Ты. Мы не хотим без Тебя изучать Твое Слово. Мы не хотим без Тебя размышлять над Священным Писанием, потому что все Писание Бога вдохновенно. И потому без Духа Твоего, который вдохновил на Писание этого Слова, оно не откроется нам. Дай нам Духа Своего, дай нам Духа премудрости и дай нам этого Духа откровения к познанию Слова Твоего, к познанию сердца Твоего. И пусть это местописание не просто откроется нам как местописание, но пусть оно изменит нас. Дай нам увидеть себя в Слове и дай нам принять перемены в свою жизнь. И выйти из этого зала или отойти от этого компьютера, у которого кто-то сейчас нас смотрит, в этот момент измененными. Да будет так, Господь, во имя Иисуса, мы просим Тебя. Аминь. Аминь. Итак, открывайте вместе со мной Бытие, 32 глава, с 24 по 32 стихи. Сейчас будет очень интересно, друзья. Мне придется идти очень быстро, потому что на самом деле мне надо было бы примерно несколько часов для того, чтобы рассказать все, что мы можем увидеть с вами в Бытие 32, 24, 32. В этом месте Писания, в этой встрече Якова с Богом, мы можем увидеть так много всего, что мне придется сжать все, что я исследовал у богословов и святых отцов в один час. Потому, Боже, помоги мне успеть. Вы готовы? Итак, давайте сначала прочитаем все местописание, а потом по порядку пойдем, разбирая практически каждое слово. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. И Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Яков. И сказал ему, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Яков, говоря, скажи мне имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно написано во многих переводах. И благословил его там. И нарек Яков, имя место тому Пенуэл. Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне, сыны Израилевы, не едят жилы, которые на составе бедра, потому что, боровшийся, коснулся жилы на составе бедра Якова. Итак, давайте вернемся в первый стих, в 24 стих. И мы пойдем по порядку. Итак, история Пенуэла. Пенуэл в древнееврейском языке, небольшая оговорка, переводится как «лицо Бога». Буквально это звучит как «пенуэл». Вы знаете, что означает «эл»? «Эл» – это Бог. Пенуэл. И «пену» – это лицо, лицо Бога, или же также правильный перевод этого слова «лицом к лицу с Богом». Потому что Яков сказал, и нарек Яков имя место тому «пенуэл», ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу. Потому это слово «пенуэл» имеет право жить независимо от этой библейской истории. Потому что само по себе это слово, даже взятое отдельно, имеет глубочайший духовный библейский смысл. И в иврите оно несет ничто иное, как смысл встречи с Богом лицом к лицу. Но, с другой стороны, конечно же, это слово непосредственно впервые появилось именно в этом месте Писания. И не случайно, потому что Яков пережил реальную, живую встречу с Богом. И потому само слово «пенуэл», оно ассоциируется с реальной, живой, сверхъестественной встречей с Богом. Вы верите в то, что не только в библейские времена, но и сегодня мы можем переживать живые, реальные, сверхъестественные, жизнеизменяющие встречи с Богом? Я верю в это. Аминь. И это «пенуэл». Итак, 24 стих. И что же произошло с Иаковом? И остался Иаков один. Давайте остановимся на этих словах и посмотрим о том, что же это может значить для нас. Прежде чем мы пойдем дальше, вы можете записать 1 Коринфянам 10.11. Там написано, это Новый Завет, и там апостол Павел сказал следующее. «Все, что происходило с ними, вот с праотцами, как образы, а описанное в наставлении нам, достигшим последних веков». Вы слышали об этом, да? Что Ветхий Завет – это прообразы для нас. И то, что происходило с ними, это было как пророческий прообраз того, что будет происходить в дальнейшем. И эта история, она полна прообразов. И она полна библейской символики, которая затем открывается в Новом Завете и в различных местах Ветхого Завета. Это пророческое местописание. И остался Иаков один. Во-первых, конечно же, это означает, что Иаков остался один буквально, физически, в прямом смысле. И когда он остался один, произошло так много всего. Вы помните, что Иисус сказал в Матфея 6,6. «Когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне, и Отец твой видящий тайное воздаст тебе явно». Вот что-то похожее произошло с Иаковым. Это местописание вдохновляет нас уединяться с Богом и искать Его лица не только вместе, но и лично, индивидуально. Потому что именно из личного вытекает общая, массовая. И если каждый из нас будет желать общаться с Богом лично, то тогда люди, которые любят что-то делать индивидуально, хотят собраться вместе и вместе поклоняться Богу, как мы с вами делаем всю эту конференцию. И вместе с нашими телезрителями собрались со всего мира. И мы поклоняемся, славим Его. Почему? Потому что каждый из нас сам любит Бога. Каждый из нас сам хочет хвалить Его и имеет личное общение с Ним. Бог живет в каждом из нас. Аминь. И, конечно же, мы тело Христа в общем. Все вместе. Итак, это местописание вдохновляет нас уединяться с Богом и говорит о том, какой это может принести плод. Одно уединение с Богом Иакова даже в этом случае принесло так много плода. Но так как он не прекратил общаться с Богом, но продолжал с Ним встречаться на протяжении всей своей жизни, вся его жизнь преобразилась. И жизни наши с вами преобразились из-за его встреч с Богом. Так и мы с вами, когда общаемся с Богом, изменяемся. И жизни вокруг нас продолжают изменяться. Мир вокруг нас изменяется. Итак, вторая мысль, которая здесь видна, то, что остался Иаков один, это то, что это может быть не только физическое уединение, но и ощущение одиночества. И остался Иаков один в смысле почувствовал себя одиноко. И, конечно же, это тоже имеет такая идея, тоже имеет право на существование. Почему? Потому что Иаков находился в тяжелой ситуации. Я вам напомню контекст, в котором все это происходило. Он хитростью забрал первородство у своего брата Исава. Исав решил его убить. Вы помните об этом? Он убежал к Лавану, и вот от Лавана спустя 21 год он возвращается назад, и брат идет навстречу. Да настолько радостный, что взял с собой 400 мужиков. 400 мужчин. Без женщин и без детей. Это очень странная картина. Это очень странная картина, если ты увидишь 400 человек, и это только мужчины. И, скорее всего, у них с собой еще были какие-нибудь палки, какие-нибудь мечи, и все, что они смогли взять с собой, чем они могли вооружиться. И когда он узнал об этом и понял, что к нему навстречу идут не просто Исав с семьей, а идет целая армия, в то время это было огромное число людей. Если вы помните, Авраам отбил Лота у пяти царей, и сколько было с ним людей тогда? 318. А здесь 400 идет навстречу. Ну, то есть, короче, смерть. Он понял, что идут убивать. И потому, я думаю, что он на самом деле чувствовал себя одиноко в этот момент, так как помочь ему было буквально некому. Он разделил свой стан на два, для того, чтобы, если убьют одних, выживут, может быть, другие, а сам пошел молиться. И остался Яков один, это означает, что он чувствовал себя одиноко. Псалом 67.7. Давид, интересно, я сказал фразу. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников, атаков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Бог одиноких вводит в дом. Знаете, во время чувства одиночества нас толкает к Богу. И этим чувство одиночества имеет в себе позитивную сторону. Это одиночество с точки зрения людей, ты без людей. Но именно одиночество среди людей заставляет искать Бога. Что и произошло с Яковом. Он не случайно пошел к Богу. А Бог одиноких вводит в дом. Он влекет в себя. Если ты чувствуешь одиночество, знай, ты не один, ты не одна. Бог с тобой. И Он тебя вводит в свой дом. А дом это что-то семейное, это что-то теплое, родное. Он зовет тебя, Он влечет тебя к себе. Ты часть Божьей семьи. Ты не один, ты не одна. И если тебе кажется иногда, что ты один, ты одна, и ты не переживаешь Божье присутствие, тебе только кажется. Бог с тобой. И Он близко. Также еще одно интересное местописание. Первое Петра 5.5. Первое Тимофею 5.5 вернее. Истинная вдова и одинокая. Надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Тот, кто остается один, тянется к Богу. И потому и пребывает в молитвах и молениях, потому что у человека есть нужда в общении. И, во-первых, нужда в общении с Господом Богом, сотворившим нас для себя. Бог сотворил тебя для себя. И прежде всего, та нужда, которая есть у тебя, это нужда в общении с Богом, а не с людьми. Говори с Ним почаще. И ты будешь чувствовать себя счастливым, счастливой, потому что Бог вложил эту нужду в тебя. И только общение с Богом может восполнить эту часть нашего существа. Итак, третье, что может означать то, что Яков остался один, что есть некоторые сражения, которые каждый из нас ведет самостоятельно и в одиночку. Нам нужна помощь других людей, нам нужна помощь других служений, нам нужна помощь других церквей. Мы нужны друг другу, вы согласны со мной? Мы нужны друг другу. И это прекрасно, когда кто-то нам помогает. Но вы знаете, есть сражения, которые каждый из нас должен выиграть самостоятельно. И никто тебя не заменит. И иногда мы убегаем от этих сражений. Иногда нам хочется их передать кому-нибудь и сказать, чтобы кто-то решил мою проблему. Пастор, реши мою проблему. Лидер, реши мою проблему. Еще к кому-то мы идем. Реши мою проблему. Но в тот же самый момент, когда мы ищем, кому бы решить нашу проблему. Бог, реши, забери мою проблему. Бог смотрит на нас. И очень часто Он просит нас. Слушай, возьми на себя ответственность за эту проблему и реши ее. Потому что Бог Элохим, Творец, и Он наложил в нас силу и власть творить. И Его силой изменять обстоятельства. И потому нам с вами тоже нужно уметь сражаться и изменять вещи. Скажите Аминь. Иаков пошел и все изменил, друзья. И эта смертельная угроза превратилась в благословение. Он пошел и все изменил в духовном мире первоначально. И затем все изменилось в физическом. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Лучшая, самая большая сила это побеждать внутри. Самая большая сила это владеть собой. Притча из 16.32 это было. Итак, самые большие сражения также, не только есть наши сражения, но еще одна мысль, как я уже сказал, владеющий собой лучше завоевателя города. Потому что главные сражения внутри, они не снаружи. Главные битвы происходят внутри нас, в нашем разуме, в наших эмоциях. И тот, кто может победить внутри, тот может победить потом везде. Следующая мысль, которая здесь видна, и это четвертый пункт уже будет, ну как, если вы не нумеруете, неважно. Но следующая идея это то, что Иаков остался один. Знаете, к чему нас с вами это вдохновляет? Что каждый лидер или ответственный за что-то должен сам приходить к Богу и не может кого-то послать вместо себя. Как Моисей шел к Богу сам и наоборот он представлял Богу его дела. Он стоял на горе с поднятыми руками. Давид был царем, но сам шел к Богу и сам молился, искал его лица. Так и Иаков, он был ответственен за свой род, за свое семейство. И эта ответственность тоже толкнула его к Богу. Он не послал кого-то и сказал, идите, пожалуйста, там, помолитесь вместо меня. Он пошел сам, потому что именно на лидере есть, когда у лидера есть ответственность за что-то, с ответственностью приходит благодать и помазание нести эту ответственность. И потому никто не может помолиться за ситуацию так, как может помолиться лидер. Просто потому, что Бог ему дал власть быть над этой ситуацией. И даже если лидеру порой кажется, что ситуация превосходит его силы, как, например, казалось тому же Иакову в тот момент, это только кажется, потому что Бог не дает сверхсил. И если ты попал в эту ситуацию, у тебя есть благодать и у тебя есть помазание. Только тебе нужно высвободить это смелостью и верой. И остался Иаков один. Так же означает следующую мысль, хотя она очень простая, но настолько очевидная. Кто остался один? И остался Иаков один. Там не сказано, что остался Израиль один. Это он чуть позже стал Израилем и изменился. Но к Богу пришел не Израиль. Кто пришел к Богу? К Богу пришел Иаков. И для нас с вами это урок. Иногда мы хотим стать Израилями, прийти к Богу достойными и сказать, Господь, я Израиль, здравствуй. Принц твой пришел, принцесса твоя. Принимай нас, Господь. Но иногда мы чувствуем себя просто Иаковыми, не заслуживающими, ничего не заслуживающими, не достойными. Но он пришел к Богу таким, какой он был. И именно Бог его и изменил. И он вышел Израилем. А как мы с вами знаем, перемена имени означает не только перемену имени, но и судьбы, и характера, внутренности. Итак, идем дальше. Мы с вами задержали, это только мы первые слова с вами разобрали. И остался Иаков один. Вы чувствуете, как много здесь всего? «И боролся некто с ним до появления зари». Слово «боролся» – очень интересное слово. Что же означает в еврейском языке слово «боролся»? И, конечно же, слово «боролся» означает «боролся». Так и переводится. Я знал, что вам понравится. Но «боролся» не просто, как бы, знаете, как в балете. Можно по-разному бороться. Как «Лебединое озеро», и там тоже борются такие именно мужчины в трико. Но когда здесь написано, все по-настоящему. Ну, то есть я имею в виду не имитацию. Я не против балета, если вдруг кто-то любит. Я за. Просто я имею в виду настоящую схватку в контакт. То есть представьте, два тела, которые сплелись и кубарем катаются по земле. Вы видели борьбу где-нибудь по телевизору? Вы видели, как вот два, значит, борца, они схватили друг друга и начинают бороться. Вот именно это слово здесь и используется. То есть когда они были все в пыли, все в пыли, валяясь по земле. Это была именно борьба в прямом смысле этого слова. Но слово «боролся» имеет в иврите еще одно очень интересное значение, которое не лежит на поверхности. Вы знаете, что иврит, древний иврит, это только согласные, без гласных. Вы знали об этом? Нет гласных. Представьте, вот если бы из русского алфавита убрать всегласные, и оставить только КЛМНПРСТ, и потом начать писать вот так, и приходит к тебе письмо, а там только согласные. Вот задумайтесь. И тебе надо его прочитать. Вот такой Библия дошла до нас, Ветхий Завет. И уже переводчики вставляют разные сочетания гласных. И какое-то сочетание гласных вставишь, все правильно. Это специфика еврейского языка. Вы знаете, что, что бы ты, как бы ты не понял, это правильно. Вы слышали такую, так сказать, притчу про, про одного раввина, которому пришел один, рассказал картину своими глазами, поссорились люди, и пришел один, рассказывает ему, он ему говорит, ты прав. Приходит второй, рассказывает совсем другую историю, он говорит, и ты прав. Приходит третий, рассказывает ему все совсем по-другому, он говорит, и ты прав. Приходит четвертый, и говорит, Равви. Так не бывает, чтобы все были правы. Говорит, и ты прав. И вот это еврейское мышление, друзья. Еврейское мышление, оно другой логики. Там именно одно дополняет другое. Даже если нелогично и не связывается. Это не означает, что это неправда. Если в слово боролся, вставить другие гласные, получается слово крестился. То самое слово, что в греческом языке аналог баптизу. Полное погружение в воду с промоканием до нитки. Таким образом, эта история приобретает еще один оттенок, что Иаков погрузился в Бога с промоканием до нитки. Что в общем-то доказывает тем, что он изменился внутри. Что это не просто коснулось его бедра, а коснулось сердца его, потому что он изменился внутри. О чем свидетельствует перемена имени. И боролся некто с ним. Давайте разберем слово некто. Слово некто интересное. В разных переводах написано по-разному, но смысл один. В русском написано некто, в других переводах написано незнакомец или что-то похожее. Но все равно, то есть что-то незнакомое. Мне нравится русский перевод этого слова. Некто, потому что даже незнакомец, это как бы больше напоминает человека. А некто, это некто, что-то непонятное, другой природы, другого мира, что-то, то, что мы не можем познать. И вы знаете, Бог, Он некто. Здесь, в этом месте Писания Иакову открылась еще одна сторона Бога, и мы с вами можем увидеть то, что Бог – это некто. И что это значит для нас? А что до конца никто не знает, что произошло в Пенуэле и с кем там боролся Иаков. Я, когда прочитал разных теологов, разных богословов, отцов церкви, все они наперебой говорят одно и то же, что эта история настолько глубокая, что осознать ее до конца нельзя. Скажите, пожалуйста, а у вас бывали такие встречи с Богом, что ни словами сказать, ни пером описать? Что вы что-то пережили, а как сказать, не знаете? Бывало у вас такое? Вот, что-то похожее произошло. Иаков пережил, он встретился с кем-то и пережил что-то. А с кем он встретился и что он пережил, до конца он не знал. И это еще больше доказывает, что это была встреча с Богом, потому что Бог выше нашего понимания и представления. Однажды мои дети у меня спросили, папа, как ты нам можешь объяснить троицу? Однажды, ну, сколько-то лет назад они были со всеми малышами, они запутались. Отец, Сын, Дух Святой, кому молиться, с кем говорить, кто из них, кто главный? Давайте найдем главного, будем говорить с ним. Да нет, вроде все главные. Короче, они потерялись. И говорят, папа, ну объясни нам. Я говорю, да нет, все, надо, можно любому молиться или говорить просто Бог. Это вообще один Бог. Они говорят, папа, ну мы не понимаем. Я говорю, хорошо, а хотите я вам объясню на другом примере? Я вам объясню, как это Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Три, но одно. Как, например, в Бытии написано, сотворим людей по образу нашему, подобию нашему, не моему, а нашему. Или как Авраам увидел троих странников, которые идут к нему, понял, что это Бог, и обратился к этим трем странникам в единственном числе и сказал, сказал, Владыка. В единственном числе. И я им сказал, я вам могу объяснить это только, если вы мне ответите на вопросы более легкие о Боге. Например, вы знаете, что Бог вечный? Я спросил у своих детей. Они говорят, да, мы знаем, что Бог вечный. Я говорю, легко. Они говорят, ну вот это понятно, Бог вечный. Я говорю, хорошо, объясните мне, как это Бог был всегда и никогда, ниоткуда не появился. Мы появились с вами, деревья выросли. Все вот это откуда-то взялось, а Он был всегда буквально. И когда не было ничего, Он был вообще всегда. Они говорят, совсем всегда? Я говорю, совсем всегда. Как всегда? Я говорю, вообще всегда. Объясните мне это. И будет всегда. И при этом Он никогда не изменялся, не учил математику, не учил языки, не учил физику, химию, а все всегда знал. И нет ни одного знания, которое бы Он приобрел, и вот Он узнал что-то новое и удивился. Он все всегда знал и ничему никогда не учился. Объясните мне, как это. Объясните мне его везде существа. Как это он здесь, он здесь, он здесь, он на солнце, на луне, в дальних галактиках. Вот как это он везде. И при этом он личность. И если он здесь, то он здесь весь. Это не кусочек Бога маленький, это он весь здесь. И когда он внутри меня, он тоже весь внутри меня. Объясните мне, как это. И как он внутри меня мог поместиться. Короче, если мы с вами хотим узнать, что такое Отец, Сын и Дух Святой, Триединый Бог, то надо сначала понять, что такое Вечный, Вездесущий, Всемогущий, Всезнающий. Поймите, что все, что мы знаем о Боге, мы знаем очень примерно. Мы не знаем Бога так, как должно знать. Мы не знаем Бога. Мы не знаем, потому что Он некто. Он превосходит разумение. Это сверхъестественно, если хотите, существо или личность. Это сверхъестественно. Это не из этого мира. И Яков встретился с кем-то. Обратите внимание на то, что и боролся некто с ним. Обратите внимание также на такую деталь, что не Яков боролся с Богом, с этим кем-то. А этот некто стал первый бороться с ним. Знаете, какая здесь есть аллегория и интересная мысль? Что Бог сам инициатор этой встречи. Точно так же, как Бог возлюбил нас прежде, чем мы возлюбили Его. Не мы первые возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Не мы первые возжелали с Богом общаться, но Он возжелал общаться с нами. И влечет нас в общение с собой. Так и здесь мы видим опять, что Бог инициатор, а не Яков был инициатор этой встречи с Ним. Точно так же, как Моисей, например. Не Моисей был инициатор той встречи с Богом, ведь куст горел до того, как Моисей увидел. Моисей повернулся и увидел горящий куст. И пошел навстречу к Богу. Инициатором и той встречи был Бог. Вот что-то похожее произошло здесь. И боролся некто с Ним до появления зари. До появления зари. Вам интересно, что значит, что до появления зари? Помните, что сказал апостол Павел, что это прообразы для нас. До появления зари. Знаете, что это означает, во-первых? Во-первых, буквально, конечно, в физическом смысле. До появления зари. И для нас здесь урок, что нужно уметь идти далеко. Что иногда мы не дожидаемся ответов. Нужно иногда молиться дольше. Уметь, знаете, как бы пройти еще один километр. Сделать еще один шаг. Когда уже казалось бы, ну все, достаточно, сколько можно, а ты еще один шаг. А потом, когда ты еще и еще, и тебе кажется, ну все, хватит на этом, а ты еще один шаг. До появления зари. До конца, до победы, до плода, до результата. И он до появления зари. И знаете, что это означает в аллегоричном смысле этого слова? Это означает, что это была заря не только внешняя, но и внутренняя. Есть заря внешняя, есть заря внутренняя. Второе Коринфянам 4, 4, 6, 9. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Видите? Озарил наши сердца. Вот это заря в наших сердцах. Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Видите? Бог озаряет наши сердца, чтобы просвещать нас познанием славы Божьей. Нам нужно молиться до озарения наших сердец познанием Бога. Потому что нам нужны не просто молитвы. Нам нужно озарение наших сердец Божьей славой, близким познанием Бога. Скажите аминь на это. Аминь. И 2 Петра 1, 19. Сказал апостол Петр. Он сказал, мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Внимание. Да коли не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Утренняя звезда в сердцах ваших. Что такое утренняя звезда? Это солнце. Вы знаете, что солнце это ближайшая к нам звезда. Это ближайшая к нам звезда. И утренняя звезда это одно из имен Бога, Иисуса. Утренняя звезда имеет такое свойство, что когда она появляется на небе, остальные звезды исчезают. Они как бы там есть, они остаются. Но она своим светом заглушает все остальные. Таким образом и мы с вами должны научиться молиться до того, чтобы эта утренняя звезда взошла в нашем сердце так, чтобы мы, начиная с проблем, со своих нужд, в молитве доходили до того, чтобы уже кроме Иисуса, перед нашими глазами не было бы никого и ничего. Чтобы он выходил на первое место. И чтобы мы выходили полностью прилепленные к нему, как однажды сказал Ассав в 72-м салме. «Посмотрел, говорит я, на людей, которые живут для себя, и пошатнулись ноги мои. Я подумал, ради чего ж я вот это молюсь, страдаю, в храм хожу. Зачем вот это я постами себя смиряю?» Да, коли не вошел во святилище. Вот, когда мы поднимаем глаза на Бога, все становится на свои места. Нам нужен Иисус, утренняя звезда, чтобы она всходила в наших сердцах. Аминь? Аминь. До появления зари. Итак, и боролся некто с ним до появления зари. Идем дальше. С кем же еще боролся Яков? Давайте поговорим еще об этом. Есть интересное местописание Осия 12-3-4. Пророк Осия. Очень интересные слова сказал про Якова. Он сказал следующее. Осия 12-3-4. «Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом, и превозмог, плакал и умолял его». Обратите внимание, что здесь написано, что Яков боролся с Богом, а тут же говорится с ангелом. И знаете, правильно и так, и так. Если сказать, так с кем он боролся? Он боролся с Богом. С кем он боролся? Он боролся с ангелом. Правильно и так, и так. Почему? Потому что ангел никогда не приходит сам по себе. Даже если приходит этот ангел, это Бог через ангела. И потому правда в том, что он боролся с Богом, и правда в том, что он боролся с ангелом. Помните вот это? И ты прав, и ты прав. Итак, идем дальше. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. О чем нам говорит это местописание? С одной стороны, мы чуть-чуть вернемся позже и поговорим о еще одной очень интересной детали здесь, которую я сейчас не хочу поднимать. Но здесь есть пока для нас такая важная мысль, что Яков платил цену. Он напрягался, он старался. И в послании Якова есть такое место, 5 глава 16-18. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва кого? Праведного. Итак, много может усиленная молитва праведного. Нам нужно учиться молиться усиленными молитвами и не лениться, друзья. Нам нужна... молитва это труд. Чтение Божьего Слова, исследование Божьего Слова это труд. Нам нужно не лениться, но трудиться. Скажите аминь. Нам нужно заплатить свою цену. Мы хотим, чтобы Бог нас благословил, но часто не хотим цену платить за благословение. Но Бог хочет нас благословить и хочет, чтобы мы тоже постарались для этого. Скажите аминь. И потому Яков постарался. И идем дальше. Бог ему дал новое имя. Он сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Бог спросил его имя, он сказал, как твое имя? И что сказал Яков? Как его имя? Он сказал, Яков. Знаете, что для нас здесь важно? Называть вещи своими именами. Просто, да? Он сказал, я Яков. Но в этом тоже глубина. Потому что он не придумывал, он не пытался какое-то себе имя сказать, я великий. Или там, я мудрый. Когда он сказал Яков, по сути, он назвал вещи своими именами. Это была скромная простая правда. Он Яков. Вы согласны? Он был Яков. Надо называть перед Богом вещи своими именами. Когда мы приходим к нему, когда мы исследуем свое сердце, исследуем свою жизнь, называй перед Богом вещи своими именами. Будь открытым. Никогда не июли перед Богом. Никогда Бог с искренним поступает искренним. Скажите аминь. Аминь. Итак, и Бог ему дал новое имя в результате. В результате того, что Яков, он, хотя с одной стороны, он и не сдавался, но с другой стороны, ангел победил его, Бог одолел его. Мы знаем, что его бедро было повреждено, и Бог все-таки взял над ним верх. И то, что Бог взял над ним верх, говорит нам еще о очень важной вещи, об очень важной вещи, что Яков как бы сдался, сокрушил. Он был сокрушен. Он был сокрушен. Именно потому Бог ему дал новое имя. Он был сокрушен. Но сейчас мы разберем, что означает имя Израиль, но очень интересная мысль сокрыта в том, что не только само имя его, но и не только то, что Бог ему дал новое имя Израиль, но и то, что Яков, сейчас одну секунду, и то, что Яков, то, что Яков пришел к Богу и боролся с Ним, имеет в себе очень одну важную мысль. Обратите внимание на эти слова. И боролся некто с Ним. Еще раз вдумайтесь в эти слова. И боролся некто с Ним. Очень интересную мысль я нашел, неожиданную для меня, у богословов. Боролся некто с Ним. Не обязательно означает, что кто-то боролся с Яковым против Якова. А возможно, там был кто-то третий. И они вдвоем объединившись, сражались не друг против друга, а против кого-то третьего. И боролся кто-то вместе с Ним. Не против Него, а вместе с Ним. И это тоже правильное толкование этого местописания. Где же этот третий? Надо искать третьего. Этот третий, он был внутри Якова. Он был не снаружи. Это не был еще один человек. Это была какая-то часть Якова, которая не хотела покориться воле Божьей, не хотела покориться Богу. Это был тот страх, с которым он боролся перед встречей с братом. Это была часть Якова. Внутри него, плотская, вот эта часть Якова, которая не хотела покоряться Богу, она сражалась. И в это, одно из толкований этого местописания, что Яков сражался с самим собой, с врагом внутри себя. А Бог был на стороне Якова и помогал ему победить. И они вместе одолели и победили. И это правильное толкование этого местописания. Вы помните, что написано в Римлянам 8.31? Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Скажи, Бог за меня. Бог за тебя. Аминь. Итак, это означает, что Яков боролся с самим собой, и он победил себя. И, конечно, Бог его победил тоже. И он сдался Богу. Итак, и теперь, когда Бог победил его, когда они вместе одолели вот того Якова, который не хотел Богу покоряться, то Бог ему дал новое имя. Как его новое имя? Кто мне может сказать? Израиль. Кто знает перевод слова Израиль? Герой Бога. Еще. Принц Бога. Еще. Возлюбленный Богом. Еще. Кто? Первенец. Ну, не уверен насчет первенца. Значит, еще. И интересное есть толкование имени Израиль. Израиль означает воин Бога, который имеет силу бороться с другими богами. Богами с маленькой буквы. Следующее понимание слова Израиль. В слове Израиль присутствует буква или звук, который говорит о будущем. И можно перевести как в будущем проявится владычество Бога. Израиль. Потому что Израиль. Эль – это Бог. Эль – это Бог. И вот это Израиль. Это интересные слова. В будущем проявится правление Бога. Также Божий принц и одно из толкований слова Израиль – это сражение Эля. Израэль. Изра – это как сражение. Сражается Эль. Сражается Бог. Израиль – это означает также сражается Бог. Еще один перевод слова Израиль означает получение благословения благородным путем или правильным путем в открытом сражении, прямым, честным путем. И также оно означает слово Израиль переводится как прямой перед Богом. Или честный перед Богом. Как бы победивший в честной схватке. Прямой перед Богом. Идем дальше. Идем дальше. И это не все, друзья. Лучшее впереди. Вы верите мне, что лучшее впереди? Я не шучу. Интересные факты впереди. Мы только начали. Хотя уже час подходит к концу. Но ведь мы с вами никуда не торопимся до пятницы. Следующий. Я шучу. Нет, я шучу. Иаков. В этой истории Иаков является прообразом Иисуса Христа. Вы знаете о том, что по всей Библии есть прообразы Иисуса Христа? Да? Например, Иона прообраз Иисуса Христа. Конечно, Он не планировал стать прообразом Иисуса Христа, но Его съели. И Ему пришлось стать прообразом Иисуса Христа. Да? Иисус сказал, вот Иона, как Иона был во чреве какие-то три дня, так и Сын человеческий будет во гробе. Да? И мы знаем с вами, что Иосиф тоже стал прообразом Иисуса Христа. Вы помните Иосифа? Его продали за 20 сребреников, как Христа почти, Христа за 30. Продали свои же братья, вы помните. Продали в рабство. И когда казалось, что хуже уже не может быть, Его в рабстве ложно обвиняют, несправедливо и садят в тюрьму. И таким образом Он стал прообразом Иисуса Христа. Это как пророческая жизнь. Знаете почему? Потому что Иисус Христос, Он тоже, будучи образом Божьим, не почитал хищением, не почитал чем-то неправильным, быть равным Богу. Он был равен Богу, это Бог. Уничижил себя самого, приняв образ раба, образ раба, как Иосиф, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, приняв образ раба и смирив себя до смерти и смерти крестной на кресте. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. И после смерти Иисус пошел в ад, победил сатану и забрал его власть и вывел праведников на небеса. А Иосифа посадили в тюрьму, а тюрьмы тогда делали под землей. И когда он был в рабстве, казалось, хуже уже нельзя, не может быть, его садят в тюрьму и туда, в глубину сажают. И прямо оттуда, с глубины его поднимают и делают главным в царстве. Так что фараон был только престолом выше, а Иосиф все держал в своих руках. Так и Иисус из ада вознесся на небеса и воссел одесной отца. Прообраз Иисуса Христа, Иосиф, Иаков, подобный прообраз Иисуса Христа также здесь. Где же мы здесь с вами видим прообраз Иисуса Христа? Удивительно, но это Пенуэл, это пророческая история. Иаков, это прообраз Иисуса Христа, а Пенуэл, это прообраз Гефсиманского сада. Пророческий прообраз Гефсиманского сада. Открываем Гефсиманский сад, и вы сейчас будете очень сильно удивлены. Луки 22 глава с 39 стиха. И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его, придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился. Говоря, Отче, о, если бы ты благоволил пронеси чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Вставь от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вы готовы к сравнению этих двух историй. Итак, первое. Первое сравнение. Борьба, борьба Иакова была ночью. Борьба Иисуса Христа была тоже когда? Ночью. Оба боролись. В обоих случаях использовано слово борьба. Иаков боролся, и Иисус Христос тоже боролся. Мы с вами прочитали это, помните? Здесь написано, и находясь в борении, прилежнее молился. Оба боролись. Оба боролись за рекой. Иаков за потоком Явок, а борение Иисуса за потоком Кедрон. Иаков отослал от себя рабов, женщин, детей, чтобы остаться одному. Иисус тоже отдаляется от последних трех учеников, чтобы молиться в одиночестве. Оба боролись на пороге смертельной опасности. Прямо вот за Иаковом шел Исаф, навстречу Иисусу, за Иисусом шел Иуда Искариот и слуги фарисеев. Оба пострадали физически в этой борьбе. У Иисуса кровь текла как пот, лопнули сосуды на лбу от напряжения. У Якова повреждено бедро. Оба покорились Богу и вышли из молитвы измененными. Иисус сказал, да минует меня чаша сия. И какая-то часть Иисуса сопротивлялась Богу и не хотела Ему покоряться. Но пришел ангел и укреплял Его, написано. Укреплял Его в борьбе против кого? Против самого себя, того третьего, той третьей части внутри Него самого, которая не покорялась Богу. И Иисус победил это в себе, эту душу, которая оскорбила смертельно, эту часть, не желающую покоряться Богу, точно так же, как это произошло с Иаковом. И Иисус молился со слезами, и Иаков тоже молился со слезами. Мы с вами прочитали, что мы с вами прочитали про Иакова. Осия 12.4 Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял. Иаков плакал и умолял, сказал пророк Осия. А про Иисуса знаете, что написано в Евреям 5.7.9? Он в однеплоте своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Итак, он в однеплоте своей сильный воплем и со слезами принес молитвы. И про Якова мы с вами прочитали, что он боролся с ангелом, плакал и умолял его. Представьте, как это изменяет эту борьбу, потому что в Бытие 32 не написано, что он плакал и не написано, что он умолял. Оказывается, он умолял. Это была не просто борьба. Вы знаете, умолял сильное слово. Это такое негордое слово, потому что мольба, это когда человек унижается, умоляется, умоляет, это ставит себя в низкое положение, умолял. итак, и таким образом, Иаков прообраз Иисуса Христа. Что еще интересно произошло с ними обоими? У них обоих изменилось имя. У них обоих изменилось имя. Иисус. Иисусу из-за того, что он смирил себя до смерти и смерти на кресте, Бог дал имя выше всякого имени, и оно не изменилось в принципе. Оно как было Иисус, так и осталось, потому что ему изначально Бог дал это имя. А у Иакова изменилось имя вообще, и Бог ему дал новое имя Израиль, тот на чьей стороне сражается Бог. Дал ему новое имя Израиль. У обоих изменились имена. И еще, знаете, чем они похожи? Они похожи обетованиями, которые им даны. Когда Иаков получил благословение своего отца, знаете, какие слова сказал ему отец? Бытие 27, 27, знаете, что написано? Давайте будем читать с 28, 28, 29. Иаков сказал, Да даст тебе Бог от росы небесной, от тука земли и множества хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословлены. А про Иисуса пророчество знаете какое? Псалом 21, с 27 по 32 Буду читать с 30 чтобы сократить время. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь. И здесь и здесь обетование того, что тебе поклонятся, что тебе будут служить. Итак, и еще одна финальная мысль. Вы готовы к ней? Это будет последняя мысль. Она не последняя. Я очень много сократил. Я просто физически не успею сказать это сегодня. Но у вас есть еще терпение на одну еще очень важную мысль? Это схватка в Пенуэле. Это была финальная схватка за первородство. Когда Яков пришел к папе и сказал папа благослови и отец его благословил это были те же слова которые он сказал Богу когда ухватился за него или точнее не знаем наверное кто-то ухватился за него потому что некто боролся с ним написано и когда он схватил этого ангела и когда они боролись Яков тоже сказал те же самые слова что и отцу благослови меня и это была просьба к Богу признать первородство потому что прошел 21 год и хотя он увидел какое-то благословение но он увидел столько проблем что как будто бы нет благословения в духовном мире он столько уже хлебанул помните обманывали его он там чуть тоже еле живой убежал от этого лавана и столько было трудностей и когда он почувствовал как будто ну нету вот этого благословения конечно умножался скот но когда он увидел что ну чего-то не хватает и он вцепился в Бога и говорит благослови меня ты и я вам чтобы больше была понятна эта история напомню следующий момент что борьба Иакова за первородство началась еще в животе у Ревеки у мамы вы представьте вот этот малыш внутри начал бороться за первородство и Ревека говорит что это мне такое зачем мне это пойду спрошу у Бога она приходит к Богу и спрашивает у него и Бог ей говорит у тебя там два племени и старший будет служить младшему и в оси мы с вами читали 12-3-4 еще в очреве матери запинал он брата своего слушайте в очреве матери запинал брата своего а когда брат таки прорвался и выскочил первым он его схватил за ногу вы помните об этом его так и назвали держащийся за пятку имя Яков в переводе означает держащийся за пятку часто его называют лукавым говорят Яков значит лукавым но это больше уже репутация но не буквальный перевод этого слова буквальный перевод этого слова держащийся за пятку то есть врешь не уйдешь я буду первым и не получилось ушел и борьба продолжилась когда они выросли Яков все время думал об этом почему я второй почему я второй напомню вам что первенец ближе общался с Богом чем второй третий не зря Самуил когда хотел помазать царя над Израилем сразу пошел к Еляву к старшему а Давид был последним не случайно потому что первенцу принадлежали главное благословение помните раз в год только первосвященник мог приходить к Богу была определенная иерархия нельзя было то есть первосвященник общался с Богом ближе других и если ты не первосвященник ты не мог так близко с Богом общаться и точно так же первенец общался с Богом ближе и потому это была не только борьба за благословение материальное или за владычество это была борьба за позицию перед Богом за близость с ним Иаков возревновал он сражался и в результате однажды Исаф приходит уставший и он ему говорит слушай говорит у меня тут супчик классный так сегодня вышел Исаф говорит накорми меня говорит умираю с голоду а тот говорит отдай мне первородство и он говорит да зачем оно мне сдалось забирай и за первородство отдал за чечевичную похлебку но потом почему-то он все равно пошел к папе на благословение видимо подумал что это не серьезно но Иаков был серьезен как никогда он его схватил на слове одел шкуру помните видимо Исаф был уж очень сильно волосатым и запах видимо от него был очень устойчивый потому что папа написано вдохнул запах от шкуры и говорит точно Исаф сто процентов потрогал его шерсть и говорит ну реально мой сынок и этот в шкуре подходит к папе и говорит папа благослови и папа благословляет Исаф когда узнал чуть не убил его буквально чуть не убил его но он убежал Иаков убежал к Лавану и вот когда он возвращается назад снова Исаф хочет его убить и вот снова опять опасная ситуация и интересно здесь вот что то что Иаков сказал благослови меня и то что Бог ему ответил что он его благословляет и написано и благословил его там означает что Бог признал его первородство истинным и дал ему имя Израиль не просто так он сказал Израиль потому что один из смыслов слова Израиль получивший первородство честным путем признанное первородство перед Богом это означает прямой перед Богом прямой перед Богом а вы знаете что у евреев до сих пор репутация лукавых людей и многие до сих пор считают что они лукавые к ним как приклеилось это с тех пор до сих пор что они как бы нечестным путем получают благословение это оттуда и пошло а Бог посмотрел и благословил его там и дал ему имя Израиль и один из смыслов слова Израиль это прямой честный перед Богом признанно утверждено Богом а знаете почему а потому что опять Яков стал прообразом нового завета дело в том что в новом завете апостол Павел сказал такие слова не то обрезание которое наружно а которое внутри по духу и он говорит даже иудей не только тот кто по плоти иудей а кто через веру в Авраама иудей и даже дети Авраама не столько те кто по плоти конечно же дети но кто по вере кто принял веру Авраама тот даже больше его сын чем кто-то может по плоти но не принял веру своего отца Авраама помните что говорил апостол Павел таким образом он показал что внутреннее даже важнее чем наружнее а теперь смотрите как это касается Якова дело в том что Исаф не оценил первородство он оценил первородство меньше чем чечевичную похлебку а Яков так ценил первородство что он был готов жизнь отдать за него он сражался уже во чреве матери за первородство он непонятно каким образом как этот младенец мог что-то понимать но он уже как будто там сражался за первородство и потом на протяжении жизни своей и опять в Пенуэле сражается за это первородство больше жизни своей и опять навстречу идет брат убивать его это первородство чуть не стоило ему жизни и тогда возникает вопрос где справедливость если этот родился первым но не ценит это а этот вторым но жаждет этого кому отдать первородство и знаете что сделал Бог отдал не тому кто по букве а тому кто по духу по сердцу и признал потому что реально внутри первородный был Яков потому что он жаждал он хотел он стремился и Бог ему дал а знаете что это означает для нас с вами что это означает для каждого из нас мы тоже с вами не контролируем то в каких обстоятельствах мы родились семья страна материальное положение нашей семьи мы не контролируем то с чего мы начинаем но в нашей власти изменить нашу судьбу и нашу жизнь и если ты вас жаждешь как Яков большего Бог на твоей стороне Богу нравится когда кто-то жаждет большего к Якову до сих пор прилепилось это ярмо выскочка до сих пор евреев считают выскочками а Бог через благословение Якова показал мне нравятся те которые жаждут большего и которые хотят большего стремятся к первенству как бы как написано кто епископство желает доброго дела желает но епископ должен быть не просто к позиции надо стремиться к названию а к содержанию скажите аминь если ты жаждешь большего если ты ищешь большего у Бога если ты хочешь большего познания Бога Бог на твоей стороне Он хочет помазать тебя елеем радости более соучастников твоих как сказал Давид ты сделал меня мудрее учителей моих когда ты ревнуешь о большем Богу это нравится Он смотрит на тебя и говорит мой сын моя дочь потому что у Бога большие цели потому что у Бога большое видение и когда Он вкладывает в тебя свой масштаб и свои большие цели Он смотрит на это и радуется и говорит это от меня вот это по-нашему Итак мы с вами также читаем еще одно важное местописание про эту историю в Римлянам 9 главе я уже подхожу совсем к концу чуть-чуть осталось друзья вы готовы держитесь немножко совсем чуть-чуть Римлянам 9 с 10 по 13 Римлянам 9 с 10 по 13 не одно это но так было и с Ревекою когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака отца нашего ибо когда они еще не родились и не сделали ни доброго ничего доброго или худого дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел но от призывающего сказано было ей больше будет порабощение у меньшего как и написано внимание Иакова я возлюбил а Исава возненавидел очень интересное местописание вы думали когда-нибудь об этом почему два младенца одного уже Бог возлюбил а другого возненавидел и конечно же это одно из сложных мест писаний для понимания но тем не менее но тем не менее здесь есть кое-что и ясное во-первых ясная мысль здесь такая что самое главное это Бог который призывает аминь это Бог который призывает что здесь написано что дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел но от призывающего то есть когда речь идет о призвании во-первых даже не наши усилия играют роль а Бог призывающий нас апостол Павел переводит глаза когда он говорит об этом в римлянам он переводит глаза на Бога и говорит что знаете в конечном итоге даже не Яков не Исав дело не в них а дело в Боге который дал призвание который призвал но тут же есть еще другая грань которая не противоречит этой они просто дополняют друг друга как разные стороны одной медали что как будто бы все равно Яков внутри уже возжелал первородство и когда написано что Бог возненавидел Исава и возлюбил Якова он как будто ну мы же знаем что Бог человеколюбивый но не мог он Исава возненавидеть как человека что ненавижу тебя вот всем не нравится я человеколюбивый но Исава ненавижу я думаю что это не в этом смысле а в смысле того что выбор Исава ему не понравился потому что Исав посвятил себя плотской жизни Исав это прообраз плотского христианина который больше больше такой знаете как бы он не ищет зависимости от Бога как Яков не ищет откровений как Яков а больше старается плотью свою усиливаться это больше такой знаете который ну старается подавить и не столько старается чтобы Бог его поднял сколько сам унизить других чтобы возвысить себя это больше прообраз такого плотского христианина который который думает что я всего добьюсь сам я добьюсь а Яков а Яков прообраз того кто зависит от Бога кто ищет его кто говорит Господь какова воля твоя поведи меня направь меня и ищет благословения от Бога ищет чтобы именно Бог его благословил не то что там я сам добьюсь благословения ты благослови меня Господь и таким образом таким образом мы с вами видим что важно было я не знаю как этот младенец внутри мог уже понять что идет битва за первородство но такое чувство как будто Библия когда говорит что он забодал брата своего представьте как он там именно бодался я не знаю но написано а пинал запинал извините запинал запинал брата своего спасибо запинал представьте вы просто запинал запинал уже заговариваюсь пора закругляться когда он запинал брата своего как будто и когда он его за пятку схватил как он мог понимать что о чем идет речь я не знаю но может быть даже младенцы имеют больше смысла в своей голове чем мы думаем кто его знает ученые обнаружили что младенцы музыку могут различать голоса людей вокруг себя различают удивительно может быть пройдет время ученые обнаружат что-то еще но библия уже сейчас говорит что как будто эти два младенца уже в животе решили кому что надо я не знаю это просто размышления но есть местописание что он уже в очреве запинал брата своего за пятку его схватил и потом не только подтверждается еще тем что на протяжении оставшейся жизни продолжал сражаться за первородство и потому удивительно что это произошло и потому когда я думаю Бог возлюбил Иакова а возненавидел Исава я думаю что речь даже не идет о том что он возненавидел Исава как личность как свое творение как свое дитя а вот этот выбор которого он сделал выбор который он сделал вот этот неправильный выбор как бы независимости от Бога когда он как бы не ценил первородство перед Богом Потому что Бог отделяет нас от наших поступков. Он любит нас всегда, как людей, но наши дела иногда он ненавидит. Как вы знаете, Бог любит грешника, но ненавидит грех. А потому он и ненавидит порой наши дела, потому что сильно любит нас и не хочет, чтобы эти дела нам вредили. И потому он и ненавидит эти дела, и наши выборы некоторые он ненавидит, потому что любит нас и нам желает лучшего. Скажите аминь. Таким образом, с одной стороны, все зависит не от нас, а от Бога. Так как это точно так же, как с любовью. Мы ничего не можем сделать, что Бог возлюбил нас. Он любит нас, потому что Он есть любовь, во-первых. Но с другой стороны, когда мы делаем дела, которые нравятся Ему, они Ему по сердцу. Так и здесь, с одной стороны, Бог призвал, и написано, что это не из-за Якова, не из-за Исава, а из-за Бога призывающего. Бог призвал, точно так же, как Он возлюбил. Но с другой стороны, все равно наш выбор тоже имеет значение. Потому что Ему понравилось то, что Яков так сражался за благословение, и Он благословил его там. Друзья, вывод. Если ты жаждешь большего в Боге, Бог на твоей стороне. Если Бог за нас, кто против нас? Сегодня имя Израиль принадлежит каждому из нас. Израиль, это твое имя. Ты, Израиль. Это означает, что Бог сражается на твоей стороне. Это означает, что ты, Божий принц, ты, Божья принцесса. Это означает, что ты, Герой Бога. Это означает, что мы вошли в благословение Иакова тоже. Это означает, что Бог сражается за тебя, и Его правление, владычество Бога, проявится в твоем будущем. Ты, Израиль. И это означает, что Богу нравится твое стремление к большему. И если ты будешь продолжать стучать, тебе отворят. И Бог благословит тебя, и поднимет тебя, и умножит тебя. Пенуэл. Это интересная история. Интересная встреча с Богом. Но с другой стороны, в завершении, как просто эпилог, добавлю, что мы не можем возвысить эту встречу с Богом над другими встречами с Богом Иакова. Потому что это не единственная встреча. Несомненно, одна из ключевых. Потому что в этой ночной молитве, помните, что Иаков плакал и умолял написано. Умолял. Это была ночная молитва. В этой ночной молитве появилось впервые слово «Израиль». Родился Израиль. Тот самый Израиль, который мы знаем сегодня. Мы с вами, как Израиль, родились той ночью, в той ночной молитве. И потому переоценить значимость той встречи просто нереально. Потому что появился Израиль. С другой стороны, мы не можем сказать, что эта встреча с Богом важнее, чем предыдущие встречи с Богом. Или те, что были после нее. Знаете почему? Потому что не так важно то место, где встретился кто-то с Богом. И не так важно, кто встретился с Богом. Как важно то, с кем была встреча. И это была встреча с Богом. А значит, она была важная. Потому что каждая встреча с Богом важна. И также мы не можем сказать, что встреча с Богом Иакова была важнее, чем встреча с Богом Моисея. Потому что опять важно не имя человеческое, не лицо человека, а с кем была встреча. Бог самый главный. Бог самый важный. И еще один важный момент. Мы также не можем превознести перемены, которые произошли в Иакове в этой встрече, над другими переменами, которые произошли в его жизни в других встречах с Богом. Знаете почему? Потому что отношения с Богом развиваются как процесс. И ты не можешь сказать, что вот это переживание с Богом, вот оно важное. А вот это переживание с Богом ерунда. А вот это опять важное, а вот то опять ерунда. Потому что это процесс, это рост, это все цельное. Одно строится на другом. Ты не можешь это взять и разделить, порезать на части и сказать, вот то неважное, а вот то было значимое. Потому что и у нас с вами в жизни. Разве мы можем сказать, что та самая первая встреча с Богом, даже пойдем еще дальше, хотя это не была первая встреча с Богом Якова, но мы пойдем еще дальше, к своей самой первой встрече с Богом, когда мы только родились свыше. Разве мы можем сказать, что та первая встреча с Богом, когда мы родились свыше, была неважная? А вот сегодня встреча с Богом важная. Но ведь без той встречи с Богом не было бы сегодняшней встречи с Богом. Ну скажите аминь. Каждая встреча с Богом важна. И в каждой встрече с Богом в тебе что-то происходит. И на том, что происходит сегодня, Бог построит то, что будет происходить завтра. И Его призвание в твоей жизни раскроется. И утренняя звезда взойдет в сердце твоем. Познание славы Иисуса Христа. Дай Господу большую славу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Давайте встанем, друзья. Давайте помолимся. Сейчас я помолюсь за вас, телезрители. Сейчас я помолюсь за вас. Конечно, мы поговорили очень бегло. Знаете, это достаточно было поверхностно. И, конечно, мы могли бы глубже говорить об этом. Но тем не менее, мы увидели так много духовного смысла для себя. Вы увидели себя в Иакове? Вы увидели себя в этой истории? Итак, вот это и есть Пенуэл. Но, с другой стороны, слово Пенуэл, как я уже говорил, имеет право жить и само по себе даже независимо от этой истории. Потому что сам смысл слова Пенуэл – это Пенуэль. Лицом к лицу с Богом в еврейском языке. Это еврейское слово, означающее лицо Бога. Это еврейское слово, означающее лицом к лицу с Богом. Это библейское слово, которое означает близость с Богом, реальную, живую встречу с Ним. Давайте помолимся. Давайте попросим Бога о реальных, живых встречах с Ним. Попроси Его. Бог не изменился. Попроси у Него, чтобы переживать Его всегда. Всегда. Чтобы идти от встречи к встрече. Потому что отношения с Богом нуждаются в развитии. Это не просто разовая встреча. Если хотите, Пенуэл – это образ жизни. Это не просто единственное переживание. Это навсегда. Это состояние, в которое мы входим и больше не выходим. Господь, коснись. Я прошу Тебя, каждого из нас. И дай нам переживать живые встречи с Тобой. Дай нам близко общаться с Тобою, Господь. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Я молюсь Тебе, Господь, за каждого, кто присутствует сейчас здесь. Я молюсь Тебе, Боже, за церковь Агапы и за все церкви Агапы. Я молюсь Тебе, Боже, за каждого телезрителя, кто с нами здесь, сейчас. Или о каждого, кто смотрит это в архиве. Господь, я прошу Тебя. Дай каждому живые и реальные встречи с Тобой. Дай каждому видеть лицо Твое. Освети светом лица Своего, Господи. Дай каждому жизнь и перемены. Пусть каждая молитва и время в Твоем слове выливаются в практические перемены. Сначала внутри, а затем и в делах, во всей жизни. И как Израиль, зародившийся ночью, затем вылился в целый народ под названием Израиль. Пускай так, Господь, у каждого. Его встречи с Тобой и перемены, которые будут в нем, выливаются в целый народ, в плоды, в учеников Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, пускай каждая встреча с Тобой, как у Иакова, будет плодовитой, чтобы не только один человек был Израилем, но чтобы Израилем стали тысячи и миллионы людей. Чтобы не только один человек пережил реальные перемены с Богом, но чтобы эти перемены оказали влияние на поколение. Пусть придет Твоя благодать, Господь. Пусть это помазание сойдет на нас, Господь. Твой Дух Святой, Твой Елей. Мы жаждем большего. И вложи в нас жажду большего. Я прошу Тебя, Господь, о каждом. Вложи жажду большего. Как Яков возжаждал первородства, возжаждал первенства пред лицом Твоим. Господь, дай каждому возжаждать огромной близости с Тобой. Близости, за которую умер Иисус. Дай каждому возжаждать. Пускай, Боже, это жажда из сердца Твоего. Это Твое глубокое желание. Твое желание быть близко с нами. Пусть оно заразит каждое сердце желанием, ответным желанием, Боже, быть с Тобой. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. И также я прошу Тебя, Боже, благослови каждого благословением своим. Я прошу Тебя, благослови церкви Агапы, защити и сохрани их. Благослови, Боже, все церкви Казахстана, защити и сохрани их. Благослови и сохрани все церкви Средней Азии. Господь, благослови каждого телезрителя, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире, все церкви свои умножай числом. Господь, пускай придет Твое благословение. Мы также благословляем, мы также благословляем Казахстан. Мы всем сердцем, искренне, с любовью благословляем эту землю. Мы благословляем правительство. Мы благословляем всех людей. И все сферы жизни общества, да будут благословенны и успешны, Господь. Во имя Иисуса подними эту землю, Бог. И пусть Твое благословение от росы небесной и зальется. Дух Святой, спасибо Тебе, что Ты благословляешь, что Ты любишь благословлять и что Ты желаешь нас благословлять сильнее, чем мы желаем благословение принимать. Спасибо, что Ты заботишься о нас больше, чем каждый сам о себе. Боже, мы благодарим Тебя. Каждый из нас Твой Яков, каждый из нас Твой Израиль. Мы благодарим Тебя, что Ты сражаешься за нас, когда мы сражаемся со своими грехами, когда наша душа говорит, Господи, да минует меня чаши сия, когда наша душа не хочет идти на крест, когда наша душа не хочет покоряться Богу, когда наша душа сражается с искушениями, восстающими на душу нашу. Спасибо, Господи, что Ты не оставил нас, но что Ты приходишь и укрепляешь нас. И что, как ангел укреплял Иакова, как ангел укреплял Иисуса, в Гефсиманском саду Ты приходишь и укрепляешь нас. даешь нам силу одолеть и победить грех и искушение и всякую нечистую духовную силу спасибо тебе бог что ты на нашей стороне спасибо тебе был сражающийся за нас израиль мы поклоняемся тебе бог сражающийся за нас мы превозносим твое святое имя боже я прошу тебя пусть твоя власть проявится в жизни каждого пусть твоя власть проявится и пускай все проклятия и пускай боже все проблемы они падут пред лицом твоим пусть твоя слава господь проявится и благословение твое пусть придет я молю тебя во имя иисус господь коснись дух святой излезь господь посети и мы принимаем твое благословение господь и мы смиряемся пред тобою бог друзья это хорошее время чтобы смириться сейчас смирись перед богом как иисус смирился в гессиманском саду как иаков смирился в пустыне как написано бог одиноких вводит в дом они покорные остаются в пустыне смирись пред господом прямо сейчас дайся ему и скажи господь я смиряюсь пред тобой я сокрушаюсь пред тобой как иисус христос гессиманском саду да будет воля твоя не как я хочу но как ты да будет так господь и отказываюсь от всех желаний своих позже и отказываюсь от всех целей своих скажи ему и отказываюсь от всех планов своих и одно желание моё господь исполнять желания твои планы твои потому что ты любишь меня больше чем я люблю тебя ты возлюбил меня прежде и потому что мы твой образ и подобие и желания твои по-настоящему желания наши от которых мы отступили но мы возвращаемся домой ты вводишь нас в свой дом господь спасибо тебе мы принимаем волю твою мы принимаем боже мы принимаем ответственность мы принимаем власть которую ты дал всем верующим мы принимаем боже ответственность за людей которых ты доверил каждому из нас мы принимаем как мужья мы принимаем ответственность за своих детей и жен боже мы принимаем ответственность за обстоятельства и ситуации не будем винить и говорить он виноват или она виновата мы хотим изменять себя иисус ты просишь нас испить эту чашу до дна и приходишь к нам и укрепляешь нас как иисуса христа спасибо иисус что ты все преодолев сегодня даешь нам силу преодолеть искушение мы благодарим тебя иисус что мы в этой борьбе не одни мы победители во христе иисусе мы благодарим тебя иисус что в этой битве ты на нашей стороне ты вместе с нами борешься с нашими грехами ты вместе с нами борешься с нашими искушениями и мы победим мы знаем господь что победа за нами потому что никто не может противостоять силе твоей мы знаем что в нашей немощи ты подкрепляешь нас дух святой молять за нас мы знаем что в нашей немощи ты укрепляешь нас и когда мы немощны мы сильны силою твоею и благодати твоей достаточно спасибо тебе иисус что когда мы испытываем на себе давление это давление не на нас ты в нас иисус и и это давление на тебе спасибо что в нас есть стержень гораздо более прочный чем титановый спасибо что в нас есть стержень на котором может держаться любое давление и это ты внутри нас иисус мы все можем в укрепляющем нас иисусе христе скажи я все могу в укрепляющем меня иисусе христе скажи еще я все могу укрепляющим меня иисусе христе знай что это давление не на тебе в тебе иисус посмотрите на меня посмотрите на меня в тебе иисус и когда давление есть на тебе в тебе иисус прямо по макушку в тебе иисус это давление не на тебе это давление на нем это давление на нем и ты устоишь и ты победишь потому что ты во христе и это значит как бутылка воды если давление на бутылку то вода внутри и это как ты вода сама по себе мягкая но бутылка держит и это ты во христе давление на христе а а не на тебе. И также Христос в тебе, это как будто стержень в тебе, давление на Христе, а не на тебе. Скажи еще, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Аминь. Давайте дадим Богу большую славу. Аминь.